Отче наш, благослови эту скромную еду. Аминь. Аминь. И нашу маму тоже. Все очень вкусно, Кэсси. Ты у нас молочина. Ты мне просто льстишь. У Бобби Берка новое видеоигрушки. Можно я загляну к нему после школы? Его мама разрешила. Ну хорошо. Я заберу тебя по дороге домой, ладно? Ладно. На этом семейном портрете не хватает одного человека. Кристины Андерс. Абель, возьми-ка немного салата. Ты что-то мало ешь. Любящая мать не подозревала, что неизлечимая болезнь так внезапно унесет ее из жизни. После похорон их осталось трое. Молодой отец, дочь-подросток и убитый горем семилетний сын. И, конечно, ощущение горечи и пустоты. Спасибо, что вспомнил о маме. Папа, ты расскажешь мне на ночь мамочкину сказку? Конечно, если ты сейчас же пойдешь в ванну. Уже иду. Я даже сам наберу воду. Опять мамочкины сказки? Знаешь, иногда мне кажется, что мне они помогают даже больше, чем ему. Нам нельзя забывать о ней. Кэсси, ты так похожа на нее. Нам нужно поддерживать друг друга. Ну ладно, у меня еще домашнее задание. Спокойной ночи, папа. Я люблю тебя. Кэсси и Абель родились в Сан-Франциско, где их отец занимался установкой компьютерных систем. После смерти Кристины он перевез детей в городок Биллз, штат Вайоминг, с населением в 2500 человек. Абель, сними шапку, когда сидишь с столом. Потоки холодного воздуха, собиравшиеся над Аляской, наконец-то двинулись на нас. Первый привет из Сибири в данный момент пчится по долине айсбергов. Так что советую вам забыть о нынешней тропической осени и засунуть свои купальники куда-нибудь подальше. До следующей весны. Завтрак остывает. Я уже опаздываю. Хотел сегодня вернуться домой пораньше, да что-то не верится. Не забудь забрать Абеля у Берков. Пока, Кэсси. Пока. Пока, парень. Нам нужно поторопиться, автобус вот-вот подойдет. Вновь открытая фирма по установке компьютерных систем отнимала у Илла массу времени. Он работал с рассвета до заката, полагаясь на Кэсси во всем, что касалось дома и Абеля. Ты забыла надеть куртку? Ничего страшного, сегодня очень тепло. А кто звонил? Миссис Ларкин, она опять заболела, так что мне придется сходить за нее в магазин. Жители городка удивлялись, как у Кэсси хватало сил справляться с домом, ухаживать за Абелем, да еще и помогать соседям в трудную минуту. В то утро Уилла и Андерсом мучили дурные предчувствия. В конце концов, он решил, что во всем виновата погода. Привет, Уилл. Привет. Похоже, мы наконец дождались привета из Сибири. Да, самое время вытаскивать шубы из кладовки. Ты получил вчера наши сетевые платы? Вон они в углу. Я не стал без тебя распечатывать. Самый необычный день в жизни Уилла и Андерса начинался на редкость обычно. Во время большой перемены Кэсси обычно ходила по магазинам. По выходным это была обязанность Уилла. Абель, веди себя хорошо, Уберков. Папа заберет тебя по дороге домой. Когда Кэсси пошла отнести покупки миссис Ларкин, на улице заметно посвежела. Ближе к вечеру в погоде наметились явные перемены к худшему. Миссис Ларкин часто обращалась к Кэсси. Не столько из-за покупок, сколько ввиду нехватки общения. Она жила в двух милях от дома Андерса, и Кэсси решила пройти напрямую по пастуще. Так она вдвое укорачивала себе путь. Кэсси жила в этой местности меньше года и не привыкла к резким переменам климата. Она и не знала, что на нее надвигается ледяное дыхание севера. И уж, конечно, ей было невдомек, что ее жизнь может полностью измениться в одно мгновение. Мгновение, когда она услышала, как хрустнула ее лодыжка. Ты все еще волнуешься из-за этих плат? Да нет. С ними все в порядке. У меня весь день какое-то странное чувство. У меня тоже. И оно говорит мне, что нам сегодня с этим не закончить. Пожалуй, ты прав. Мне еще надо заехать в Твинбатс по поводу системного решения для конторы по торговле недвижимостью, а потом забрать сын от соседей. Боюсь, Кэсси будет беспокоиться. Знаешь что, ты поезжай, а я тут посижу еще часок-другой. Хорошо. Позднее Андерс вспомнит, что весь тот день ему было не по себе. И не забудь завести на почту счета. Ладно. Тем временем, температура на улице упала до нуля. Кэсси понимала, что если ей не придут на помощь, она не сможет долго продержаться на таком холоде. Но не смерть пугала эту самоотверженную молодую девушку. Она боялась, что ее отец и брат останутся без присмотра. Да, что же это. Уилл начал серьезно беспокоиться о своем здоровье. Он точно помнил, что взял счета для отправки, но теперь их попросту не было в машине. Значит, он все-таки забыл их в конторе. К тому времени Кэсси пролежала на пастбище уже несколько часов. Ветер усиливался. Температура воздуха продолжала падать. Она почувствовала, как жизнь начинает уходить из нее. В тот момент, когда она решила, что настал ее последний час, случилась очень странная вещь. Кэсси. Кто вы? Я несчастная мать, которая потеряла свою дорогую дочку в такую же бурную ночь. Постойте, он только что вернулся. Это тебя какая-то, миссис Морган? Уилл Андерс слушает. Меня зовут Лиллиан Морган. Мистер Андерс, ваша маленькая Кэсси лежит на пастбище со сломанной ногой. Боюсь, она скоро замерзнет. Если вам дорога ее жизнь, поспешите. Hello? Hello? Странно. Успокойся, милая. Я присмотрю за тобой, пока твой папа не приедет. А он приедет? Конечно. Не беспокойся. Он уже едет. Внезапно Уилл увидел пропавшие бумаги. Они были на сиденье. Именно там, где он их искал всего несколько минут назад. С Уиллом творилось явно нечто странное. По дороге домой он снова и снова задавал себе одни и те же вопросы. Кто такая Лиллиан Морган? Откуда она узнала его номер? И что на самом деле случилось с Кэсси? Ни на один из этих вопросов у него не было ответа. Держись, милая. Тебе нельзя сдаваться. Кэсси! Кэсси! Где ты? Кэсси! Ну вот и все. Твой папочка уже близко. Кэсси! Кэсси! Папа? Кэсси! Слава Богу! Как ты? Я понесла овощи миссис Ларкин, но упала и сломала ногу. Теперь все будет хорошо. Прости, папа. Ничего, ничего. Самое главное, я тебя нашел. Да, нашел, как и говорила та леди. Какая леди? Та, которая укрыла меня своим пальто. Она только что была здесь. Это просто чудо. Если бы она не накинула на меня пальто, я бы точно замерзла. Нам нужно найти и поблагодарить ее. Уилл нашел имя Лиллиан Морган в телефонном справочнике городка Твинбатс. Они с Кэсси решили навестить загадочную леди и лично поблагодарить ее, а заодно и прояснить некоторые неясные детали происшествия. Это вы? Это вы укрыли меня пальто и согревали там в ночи. Моя сестра вот уже шесть лет как раз биты параличем. Она начисто лишилась речи. Когда я нашел Кэсси, у нее в руке было вот это. Вам это ни о чем не говорит? Вы спасли меня. Не знаю как, но спасли. Это пальто ее дочери Маргарет. Она замерзла в Пурге шесть лет тому назад. Спасибо. Большое вам спасибо. Мир вокруг нас наполнен удивительными и необъяснимыми историями. Одни подвергают их сомнению, другие пытаются как-то объяснить, а третий, вроде семьи Андерсов из Вайоминга, принимают их всем сердцем. Вот что думает Мишель Короче, которой довелось пережить подобную ситуацию. Я полагаю, что этот призрак, эта неведомая сила знала, что мне не суждено умирать, что мне нужно жить, и знала почему. Вот бы всем испытать это странное чувство, когда о вас заботится призрак.